Анатолий Слепцов Хирург, отличник здравоохранения Российской Федерации Член Союза писателей России Лауреат Международной литературной премии имени Максимилиана Волошина Лауреат Литературной премии журнала «Москва» за 2018 год Лауреат Общероссийской литературной премии имени Владимира Арсеньева за 2019 год Событие, которое произошло в вашей творческой биографии Победа на таком большом конкурсе дальнеустойчивых писателей Премия имени Арсеньева, писателя, которого мы с детства так любили Зачитывались его дирсу узала Вы человек такой интересной судьбой Вы на самом деле слесарь-автосварщик Начало своей деятельности А почему вы стали писателем? Я в школе не очень хорошо учился Закончил школу стройками Поэтому в то время же был девиз «Школа производства ВУЗ» И мне путевка в ВУЗ не досталась Так получилось, что я случайно нашел объявление, где был призыв поступать в ПТУ И вот с этим призывом пришел в райкомол В районный комитет комсомола И показал им эту вырезку Говорю, вот сюда я могу поехать И говорю, а если рабочую профессию, то мы не держим И дали путевку, и я стал Но желание мое было такое, что Школу я закончил очень рано По тем временам И в 16 лет Поэтому до армии хотел получить какую-то профессию Чтобы уже быть подготовленным к армейской службе И поэтому пошел учиться на автослесаре водителя Работал мотористом У себя в Сехосттехнике И возможно бы так и пошел бы по этой профессии Если бы Сехосттехника не развалилась Я после армии пришел обратно Мне сказали, лучше не возвращайся У нас сокращение там, предприятие закрывается Пошел работать рабочим в детский сад Год поработал И потом началась абитура И я решил воспользоваться книжкой санинструктора Которую получил в армии И в наивной надежде пошел сдавать Медфак И провалили Я тоже сдавал Я тоже, кстати, хирургом хотел быть Я тоже провалил, химию провалил А вы что провалили? У меня по биологии там сразу первый экзамен Ну и потом по инерции вспомнил Что у нас в селе работал фельдшером Мужчина Демьян Халыев Он ко мне на вызов приезжал И меня все время ругал Что постоянно тебя вожу И вот когда выйду на пенсию Ты будешь меня на салазках таскать Я его вспомнил и подумал Что люди вот живут же люди Фельдшерской профессии Мужчины И решил тут поступать на фельдшера И поехал в Валдан Вы же Статинского луса А где вы родились в Статинском лусе? В самом Адекеле В Адекеле То есть я же специально Слушая историю Как бы слесаром стали Потом на фельдшера пошли Я пытаюсь понять А где началось это писательство? Вот сейчас сразу услышал фельдшер Сразу помню Чехова вспомнил Наверное в школе Я неплохо писал сочинения Был любимчиком у учительницы русского языка А я тоже был Мне вот очень интересно Как выстраивается Ну и Она даже Предрекала мне Мое писательство Но я тогда отмахнулся И не поверил И она Предложила моей матери Чтобы я поступал на филологический Ну и я вот отмахнулся И почти вот Пол жизни И не думал об этом Вот наша передача называется Элита Элита Так Это не элита В прямом понимании Элита Народ, государство, страна Там Элита Воспитай Там Заряди И так далее И я разговариваю с людьми Которые Которые вот Своей жизни Творчеством Деятельностью Трудом Они способствуют Государству Стране Народу И так далее Я решил Говорить с вами На русском языке Поскольку Поскольку Якутский Язычный Хирург Так Который Пишет на русском языке И Это произведение Это Литература Это Писательство Находит Отклик В сердцах Именно русских Ацельсиков Назовем так Да Писатель Знаменит Известных людей Которые были В комиссиях Жюри Там были И для меня Это Как для Якутянина Очень важно Поскольку Литература Наша Еще начиная С прошлого века Она выходила За пределы Но вот Именно Русскоязычные Пишущие Писатели Такой оценки Еще не получали Если Татинцы Смотрят Эту передачу Вы должны Знать Что Очень Кулаковский Сафронов Неустроев Сурнамаллан И так далее На вас Наверное Влияли Но Где Может быть Все-таки Это Сработало Земский Доктор Сельский Доктор Чехов Доктор Кстати И Булгаков Доктор И Аксенов Доктор И Даль Говорят Тоже Был Доктор Знаменитые Большие Писатели А это Не в этом Кулещи Это происходило Ваше Начало Творчества Или как Не знаю Как А если Подумать Где Поскольку Для телезрителей Для малых Людей Которые Смотрят Нашу Передачу Им Очень Важно Где Начинаются Истоки Судьбы Истоки Успеха Начало Есть Владычное Над всем Последующим Начало Поэтому Мне очень важно Понять Вот Где Первый рассказ Который Вы написали Какой это был Ну Первый рассказ Это В жанре СС Было написано О Дороге Вот Написал На якутском языке Но Я и сам Не знал Что Это Жанр Жанр Называется Эссе Перед Встречей С вами Я прочел Рассказ Перечитал Быков Мыс Это понятно А вот Я перечитал Рассказ Который Называется Змееносец В начале Я этот рассказ Назвал О вреде Позы Амазонки Ночь Полнолуния Хотя Рассказ Очень простой Кстати Почему Он Не завершается Или Все таки Писатель Решил Что это Завершился Рассказ Там Я бы Сказал Даже Две Концовки Наверное Потому Что В предпоследнем Абзаце Там Ну То Что Хирург Заключает Для себя Что Для него Последователя Уже Не будет Не получится А Вторая Концовка Это Слова Именно Анестезиолога Потому Что Люблю Запах Напалма Напалма И потом Это Переключается На Военную Тематику Нет Не военная Тематика Просто Все Сожжено Вот Знаете Что Я Очень Последнее Время Своем Творчество Увлекся Ну Назовем Так Культурологически Назовем Пост-постмодернизмом Пост-постмодернизм И я Ждал Литературе Рассказа Который Б В этом Ключе Б Начал Поиски И вот Как раз Это Постмодернизм Такой Когда Хирург Над собой Чуть-чуть Так Иронизирует Так И потом В самом Начале Когда Рассказ Начинает С того Что С элементарного Такого Кушания Там Как бы Уживая Ужин Может Вчерашний А может Позавчерашний Там То есть Как бы И вдруг Это разворачивает Такую Сильную Такую Историю Ну Назовем Так И любви И смерти И жизни И спасения И А тем более Вторая Тема Вот Поэтому Это Постмодернизм Рассказ Ну Я бы Не согласился Наверное Постмодернизм Он же По крайней мере Как нас Учили Вот Литературном Институте Что постмодернизм Это Когда Текст Живет Сам По себе Нет Никакого Взаимоотношения Между Автором И читателем Текст Главный Текст Вот Это Постмодернизм Они Говорят Вот Если бы Постмодернизм Это Когда Как бы Поиск Других Форм Выражения Тогда Я с этим Может быть Согласился Тогда Я специально Подвел Это Тогда Значит Понятно Там Модернизм Это История Это Искренняя История Модернистский Рассказ Искренняя Очень Такое Сентиментальное Романтическое А постмодернизм Это Когда Отрицание Всего И вся И правильный Текст От меня Даже Иногда Независимо Текст Сам Идет Такой А Постмодернизм Отрицание Всего И вся То есть А Следующий Вот Как раз Может быть Тогда Рассказ Этот Ну Назовем так Философии Или как Назовать Культурологическом Направлении Может быть Метамодернизм Вот Сейчас Новое Такое Модное Такое Философское Течение Это вот согласно Может быть Да Все Поздравляю Мы решили Что это Метамодернизм Я очень Доволен Что вы Знаете Вот все Эти Почему Потому что Все таки Мы на хирурга Смотрим Как на хирурга Так Тем более Работавший Столько Много Времени По своей Профессии Что там Дает Для писательства Вот эта Профессия Хирурга Ну Да Наверное Я вот Сам Говорю Что Для меня Писательство Как Какая-то Отдушина В моей Работе Что я Умею Что могу Это По хирургической Части А вот Именно Душу свою Куда-то Вложить Вот это Творчество По-моему Нас Хирургов С молодых Наткей Учат Ничего Близко К сердцу Не принимать От себя Вот Все Отстранять И держать Дистанцию Чтобы Хватило Как Можно Большим Людям И Потом По прошествии Лет Возникает Ощущение Что Ни к чему Душу Не приложил И Какая-то Пустота Такая И Я Творчество Наверное Это Выражаю Заполняю Здорово Страшно Бывает Принять Решение А Когда Принял Решение Уже Ты Не Ты Ты Должен Это Сделать И Все И Никаких Сантиментов Нужно Сделать Как Учили Как Нужно Как Должно А То Что Ты Переживаешь Это Никому Дело Не должно Быть И Поэтому Остается Такое Пространство Пустое Которое Отделяет Тебя От Простых Окружающих Людей Какая-то Пустота Остается Когда Принимаешь Решение Нужно Преодолеть Страх Свой Личный Потому Что От тебя Зависит Выживет Человек Или Нет Поэтому Именно Нельзя Сопереживать Как Что Там Далеко Ходить Я Даже Собственного Сына Оперировал Потом Потом Вот Сидел И Что Я За Человек Если Я Могу На Свою Ребенку Руку Поднять Живот Скрыть Такие Переживания Бывает Я Хотел Сам Стать Хирургом Поэтому Мне Очень Важно Это Почему Я Решил Что Я Должен Быть Хирургом Мама Фельдшер И Мне Рассмотрели На Мои Руки Говорю Вот Такие Тонкие Руки А Вот Я Вычитал В каком-то Вашем Интервью О том Что Вы Оперировали Человека От которого Все Отказались Это Был Мой Учитель В Музыкальной Школе У него Нашли Онкологию Но Я Тоже Понимаю Своих Коллег Они В то Время Работали В этих Страшных Условиях Где Находился Онкодиспансер Узкие Коридоры Больных Переносят На руках И так далее Как бы Рутинные Такие Как бы С одной Стороны И простые Операции Но С другой Стороны Как бы Сказать Им Нужно было Справиться Со своим Потоком Видимо И они Просто Поставили Диагноз И Отослали Его Домой Когда Он Пришел Ко Мне Он Был Еще Более Менее Такой Физическое Состояние Удовлетворительное Нормальное И Поэтому Я Ему Предложил Такую Операцию Что Все равно Болезнь Прогрессирует И У него В перспективе Все равно Б Ну Как Сказать Непроходимость Пищевода Должна Была Развиться И Ему Предложил Поставить Трубку Чтобы Через Нее Он Мог Питаться Я Сам Такую Операцию Никогда Не Делал И По Другому Выхода Не Было Хирурги Они Еще Чуть Чуть Мистики Странное Такое Сочетание Правильно Зашил Правильно Вырезал Или Как Сказать Но Все Таким Мистики Вот Я Сейчас Вспомнил Хирурга Сергин Сергин Григорий Савич Наш Зять Он Мне Рассказывает Историю О том Как Он Он Такой Был Человек Очень Творец Тоже Писал Играл На Баяне Играл Интересный Бузер И он Рассказал Историю О том Как Он Оперировал Очень Красивую Он Сказал Рыжеволосая Такая Красивая Такая Молодая Женщина И Когда Он Открыл Увидел И Сказал Что Бесполезно И Все Это Дело Обрат Зашил И Вышел На Улицу Стою Курю От Того Что Вот Такая Постал Маленький Камень Потер Плотком Потом Когда Она Вышла Из Этого Из Анестезии Дал Камень И Сказал Вот Все Будет Нормально Сказал И Потом Сказал Через 15 лет Она Ко мне Пришла Со Светами Такое Может Быть Может Быть Это Что Мистика Или Что Или Это Что Хотя Хирург Знает Все Нет То Что Хирурги Все Знают Был Тоже Один Курьезный Случай Одна Бабушка Тоже Тяжело Заболела И Решили Прооперировать Тоже Вскрыли Брюшную Полость Увидели Там Страшную Картину Какую Мы Никогда Не Видели Ну И Решили Что Это Скорее Всего Онкология И Там Уже Невозможно Было Ничего Сделать Мы Все Закрыли Зашили Вышли Сказали Вот Детям Внукам Что Вот Такая История Ожидается Только Один Конец Но Бабушка Ожила Даже Потом Через год Или через два По-моему Эндопротез Тазобедренного Сустава Себе Подставила Но Там Потом Впоследствии Я Перечитал Литературу И думаю Что У нее Было Воспалительное Заболевание И Мы Все Антибиотиками Промыли Там Все И Потом Антибиотики Дали И Возможно На этом Фоне Пошел Регресс Но Оказалось Что Там Онкология Не пахнет Даже Хорошо Перейдем На Тему Разговариваем Как-то Читатели Выражают Своё Своё Какое-то Отношение Восхищение Несогласие Есть Диалог С писателем Именно Структурного Анализа Такого Нет Просто Какую-то Претензию Может быть В плане Якутских Обычаев Скажут Или В плане Просто Человеческих Взаимоотношений Я бы Лично Хотел Критики В русской Литературе Сейчас Именно Критики Формируют Литературные Течения Там Авторы Не приходят Не говорят Мы Неореалисты Или Они Сами Такие Манифесты Не выдвигают И Их Именно Критики Формируют Тот же Захар Прилепин И тот же Шаргунов Это Совсем Разные Люди И Попадает В один Поток Например Течение Одно И Они Каждый Пишут О своем И совсем По-разному Друг от друга И все равно Идут В одной Колее А у нас Как бы Я смотрю Тот же Гуманитарный Институт Например Проводит Исследование Разберут Жанр Там Сюжет Но Чтобы Именно Как мы С вами Тут Сидим Пытаемся Поднять Метамодернизм Да Вот Такие Течения У нас Не формируются Мне бы Лично Хотелось Чтобы Такое Появилось Давно Говорю Николаю Луганову Он Великий Писатель Но Но До сих пор Нет ни одного Фундаментально Хорошего Исследования Как вы узнаете Что вас читают Книг-то моих Сейчас Нету Вот Это вот И второй раз Может это Да Например Издательство Бичик Вторую мою книгу Издало Тиражом Семь тысяч Экземпляров Довольно Такий Большой Тираж И за Три года Как я сам считаю Уже Было Распродано А кто Читает В основном Кто Это Сельское Или Городское Вот Кто Читает Мне кажется Больше Сельское Население Вот Я тоже Думаю Так Да И В прошлом Году Например Я Участвовал В выборах В своем Районе И Значит В качестве Раздаточного Материала Вместо Бакулетов О себе Раздавал Свою книжку Вот последнюю Которая была Ну и поэтому Например В Чуропчи Я думаю Меня более-менее знают Может даже больше Чем В родной Тать Книга И Интернет Книга И Гаджеты И Новые Технологии Они Как-то Как дальше Будет То что Бумажный Вариант Книжный Вариант Всегда Будет Я как-то Все равно Уверенность Сохраняю Потому что Человек Может Как бы Сказать В гаджете Прочитать И На некоторое Время Забыть А потом И не вспомнит Где он Это читал И так далее А книжка Она вот Всегда Перед твоими Глазами Взял Посмотрел Перечитал По-моему В таком плане У книги Больше шансов А то что я Вот На компьютере Печатаю С одной стороны И Вроде бы Хорошо Там можно Сразу же И Править И все Удобно Как бы Да С другой стороны Сейчас Вот Издаются Всякие Переписки Писатели Или Черновики Даже Печатают А у меня Черновиков Получается И нету Вот Вот Толстой Я уже говорил Что Даже Когда Было Перо Такое Он Когда Вот Макаешь Чернила В это Время Думаешь Когда Доводишь До Страницы В это Время Тоже Думаешь А тут То есть Уже Готовы Тогда Или Все Таки Процесс Когда Печатаешь На Компьютере Все Равно Тоже Сам Процесс Остается Все Равно Остается Например Такая Метафора Что Белый Лист Перед Тобой И Нужно Решиться Что-то Начеркать Замарать Это Белые Та же Метафора И Перед Чистым Экраном Тоже По-моему Сохраняется Мне кажется К концу 20 века Только Наши Учились В литературном Институте Так Вот Я С Лугиновым Я учился В ГИТЕ С Лугиновым Литературном А потом Переводчики Учились Там И вот Вы поступили В литературный Институт Тогда Слушатели Медик Курсов Стали Это что подвигнуло То что Вот Зачем надо было Что-то помогло это Что-то дало или нет Вот мне это Сейчас очень важно В профессиональном плане Интересно Ну я утверждал И утверждаю Что Все-таки Как нет композитора Без консерватории Как нет Художника Без Академии Или там Хотя бы Художественного училища Такие Писатели Должны Обучаться Учиться Перед тем Как ехать Я тоже Не знал Вообще В моем представлении Литература Это Вот моя учительница Дора Федотовна Она Учитель русского языка И литературы Это что-то Объединенное Именно с русским языком Литература У меня такое понятие было И как Именно отделить Вот эту литературу Для себя Вот внутренне Это было как-то Ну Непонятно И Вместе с тем Еще стал вопрос Что я пишу Это графомания Или Что-то нужное Действительно Ценное А спросить Не у кого Живу в деревне И И поэтому Вот Вспомнил Что Были такие Литературные курсы И Зашел в интернет Оказывается Живы еще Есть Существует В советское время Учились По-моему 15 человек Студентами 5 лет Наш Якутяне Да 5 лет В основном Это якутские писатели Да И 10 человек На высших Литературных курсах Учились Спросил у Калитина Николая Романович Он тоже учился Студентом был Стоит мне ехать Обязательно ехать Говорит Надо ехать Потому что Вот Те кто учились Вот уже Как бы Время-то идет И После нас Ни одного Человека С литературным Образованием В республике Не останется Посидел Подумал И поехал И Это дало Что Главное Что дало Учеба В литературном Институте Главное Ну То что Оказывается Литература Это вообще Другой Отдельный Не люблю Это слово Но самодостаточный Достаточно Так сказать Мир Свой Уже У меня сейчас Такое Ощущение Что литература Она всеобъемлющая И выражается Только разными языками Нельзя Ее делить На Якутскую Русскую Английскую Американскую Она есть Просто выражается Разными языками И Поэтому Считаю Что это Может это Какой-то Космополитизм Какой-то Так есть Человечество Пришло к такому Состоянию Когда искусственный Интеллект И человек В принципе Уже Искусственный Интеллект Сам будет писать Сам Сам будет Оперировать И вообще Человек Не нужен Будет Ближайшие Несколько Десятлетий А почему Потому что Читая Ваши рассказы Я вижу Человека Нашего Современного Обучение Было платное Я пришел Обратился В департамент По расстановке Кадров Наш Они говорят У нас По положению Мы должны Оплачивать Помогать Оплачивать Учебу Тем Кто Допустим Конкретно Учится В каком-то Учебном Заведении После окончания Приезжает И будет работать На каком-то Определенном Предприятии На четкой Известной Должности А у тебя Специальность Литературный Работник Что это такое И вот Это положение Было разработано В 90-х годах И вот Они до сих пор До прошлого века И вот До сих пор сидят И вот В таком Сейчас конечно Материальное Превалирует Но Все-таки История Это развивается По спирали Как известно И наверное Все равно Придем к тому Что Какие-то Вот Такие Духовные Так сказать И нематериальные Ценности Все равно Возобладают У людей Вот Там Когда Вручали премию Еще и Вот Ваша премия Это считается Короткий рассказ Или Короткий рассказ Короткий рассказ А Андрей Андрей Геласимов У него У него значит За роман Или как Длинный рассказ Да Длинная проза Длинная А у вас Короткая проза Или длинная проза А он же тоже С университета Нашего И я с ним Ставил спектакль И когда я увидел Что он написал Короткий Напиши Напиши Короткий рассказ Для Университетского Спектакля Еще я Не учился В Генеции И я ему говорю Да ты что Ты же писатель Говорю Я говорю Да ладно Он студентом был А теперь стал Ну фактически там Европейски известным Писателем И поэтому Как бы Университетское Такое Университетское Это воспитание Или как Шире вы думаете Вот Следующая вот Тема Которую Хотел Переговорить Вот Ученик Вот про вас Говорит Слесарь Медбрат Фельдшер Тогда Потом начинал Армию Там тоже Санитар Там Бригадный Санитар Потом Значит Университет Уже Тогда Потом Хирург Который Очень много Спас Людей Очень много Много Людей Благодарных Вот И Потом Писатель Позже Беру Почему-то А при чем Тут скрипка Вот Меня Это Очень Тоже Заинтриговало При чем Тут скрипка Ну Это Скорее Всего Желание Моего отца Было Он Сам Был Мелодистом Хотя По специальности Метеоролог И Он Заслуженный Работник Культуры Якутской Ассоции И Он Сам Музыкальной Грамотой Не владел И Как раз Вот Мне Рассказывали Я Сам Его Почти Не помню Рассказывали Что Он Когда Придумывает Мелодию Да И Просил Записать Ноты Своему Другу Как раз Моему Учителю Который Которого Я Оперировал И Вот Он Значит На слух Он Писал Ноты Для Моего Отца А потом Отец Еще Возмущался Что Совсем Другая Песня Получилась Мелодия Совсем Другая Потом Исправляли Там И Так Далее И Возможно Что В надежде Что Из детей Кто-то Кто-нибудь Продолжит Вот Его Путь Он Как бы Постарался Нам всем Дать Музыкальное Образование Мои Сестры И Брат Один Учились В музыкальной Школе Но Почему-то Все На Фортепиано А Когда Вот Пришли В детский Сад Набирать Группу На следующий Учебный Год Почему-то Я Попросился Класс Скрипки Вот Почему Ребенок Не помнит Все-таки У нас В доме Стояло Фортепиано И все Там Играли И так Далее Видимо Чем-то Я хотел Отличиться От Своих Сестер И Брать Брат Своего Поэтому Наверное Не знаю То есть Закончили Скрипич Скласс Скрипки Да Музыкальную Школу Полностью С первого По седьмой Да Вот это тоже Вот Но Что интересно В общем До пятого Класса У меня Как-то Тоже Там Два раза Ходил Музыкальную Школу И Как-то Успехов Таких Больших Не было А потом В пятом Классе К нам Приехала Из Ростова На Дону Разувайлова Людмила Константиновна Вот И она Взялась За мое Обучение Увидела Мои Пробилы И сказала Вот Будешь Каждый день Ходить В музыкальную Школу И Играть По два Часа Обязательно И вот Все праздники Все выходные Не знаю Что там Какое-то упрямство Это было Или что Она меня И смычком По пальцам Била И плакал Я И все равно Продолжал ходить И вот Программу свою Нагнал Закончил Семь класса А потом Как отрезала Почему Я не знаю С тех пор Скрипку В руки Не брал Ни разу И Желание Почему-то Как-то С чем Это связано Почему я так Фанатично Занимался А потом Отказался Я как-то Тоже Не могу Себе объяснить Вот хотите Верьте Хотите Нет Я Когда Читал Рассказ Да Когда читал Рассказ То В такой Как бы Интонации Писатель Писателя Вашей Интонации Там Есть Музыка Музыка Которая Музыка Человеческой Души А скрипка Самая Близкая Для Человеческой Души Самый Близкий Инструмент Все-таки Фортепиано Рояль Труба И другие Инструменты Они Другие А скрипка Это Самое Что Не Есть Играть Человеческой Души Поэтому Я думаю Что Оно Перешло Ваше Писательство Так Это Очень важный Момент Но Потом То Что Отец Метеоролога Тоже Важно Я Вот Для Финали Передачи Хочу Ну Как бы Если Еще есть Время Мы еще Поговорим Да Я Погоди Я Завершу Вот так Скажу Что Пусть Ваше Творчество Звучит Скрипка Которая С детства Пусть Ваше Творчество Станется Метеорологом Человеческих Отношений Социальной Жизни Жизни Наших Людей Пусть Он не станет Так Поскольку Все таки Я выявил Истоки Вашего Питяжения К писательству Оказывается У отца У Татты В скрипке Лежит Ну И В окружении Которое В вашей жизни Было И Финальное Самый банальный Вопрос Тогда А роман Когда Начнется Ну Уже В процессе Кстати Вот Николай Алексеевич Когда я приехал Выразил мне Благодарность В связи с тем Что я Не вернулся С романом Из Москвы Ну Ну В общем Сейчас Я сам Планирую Как бы Написать Роман В рассказах Скелет Уже Сделан Там Просто В плане Перевода Есть Есть Некоторые Сложность А так Почти готов Этот роман Но Именно Роман В рассказах Хорош Тем Что Как бы В общем Когда я Защищал Свою дипломную работу Там тоже были Рассказы И Мои оппоненты Сказали Что Рассказы Разные Сюжеты Разные Люди Разные Герои Там Все Разное Но Чувствуется Какая-то Определенная Линия То есть Эти рассказы Объединяются В романы И Вот Сказали Вот Если ты Найдешь Форму Которая Объединит То Вполне Получится Роман В рассказах И По Их Совету Я Сейчас Готов По Моему Линию Я Нашел А из этого Романа Пьеса Получится Скорее Всего Нет Ну Тогда Надо Задуматься Драматургия Вот Сейчас Мы Сижим Под Портретами И Кулаковский И Алампа Сафронов И Сафрон Данилов И Шекспир И Брехт Так Что Сам Бог Вели Тем Более Что Передач Мы Сняли В моем Кабинете Обычно Передача Снималась Там Фойе Там Видимо Правильно Видимо Правильно Продошло Что В моем Кабинете И Для Меня Очень Очень Интересно Было И Надеюсь Для Телезрителей Очень Интересно Было Пообщаться С Человеком Новой Литературы Назовем Так Сельская Литература Казалось Но Она Уже Новая Для Якутян Для России Поскольку Такая Большая Премия Дальневосточная Поэтому Я В завершении Нашей Программы По По Нашему Такому Традиции Я Хочу Вам Вручить Книгу От Андрея Борисов Мне Тоже Надо Попиариться Чуть И Путь К Культуру Саха Я Считаю Что Пути К Культуру Саха Вы Вносите Огромный Вклад И Очень Почти Можешь Сказать Уверен Что Перед Вами Светит Очень Интересно Можешь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон